МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Караганде чистый воздух крупнейшей ТЭЦ региона будет делиться информацией о количестве вредных выбросов в атмосферу. Это должно было однажды произойти. Разработчики роботизированных протезов создали уже множество моделей бионических рук. И вот, наконец, одно из них дали название, которое очень подходит этому устройству. Итак, расскажем о ещё одной новинке робототехники, которая поможет людям, потерявшим конечность, улучшить качество жизни. Герой киносаги «Звёздные войны» Люк Скайуокер потерял кисть руки, отсекли световым мечом. Ему сделали робопротез. Вот поэтому новую модель бионической руки, созданную специалистами американских компаний DECA Research и Bionics & Prosthetics, назвали Люк. Это устройство, как заявляют авторы разработки, позволяет почти полностью восполнить функционал потерянной конечности. Можно производить три вида движений. Раскрывать ладони, сжимать пальцы, поворачивать кисть и сгибать руку в запястье. Протез Люк проходит стадию тестирования. Доброволец Юлиус Мур говорит, устройство серьёзно улучшило его жизнь. Разработчики используют новый метод управления роборукой. Сначала требуется хирургическая операция под названием целевая реиннервация. Она позволяет буквально переустановить нервы, ампутированные руки в другие мышцы. Они работают как естественный усилитель сигнала. Пользователю требуется пройти курс обучения, чтобы знать, как превратить силу своей мысли в движение искусственной конечности. Когда пациент думает о перемещении недостающей конечности, сигналы перенаправляются на остаточные существующие мышцы. Он усиливается. Управление затем происходит на интуитивном уровне. Правда только правда и ничего кроме правды, какой бы грязной она ни была. В Караганде на одной из крупнейших ТЭЦ региона собираются внедрить технологию, которая позволит получать информацию о том, как предприятие загрязняет воздух. А эти данные затем будут доступны экологам. Давайте посмотрим, как это будет работать. Знать качественный состав газов, что выбрасывают котлы теплоэлектроцентрали, очень важно. Эти данные позволяют регулировать подачу воздуха и топлива в камеры сжигания. К тому же, чем меньше кислорода содержит питательная среда котлоагрегатов, тем ниже скорость коррозии котлов и трубопроводной арматуры. У нас на всех котлах установлены газоналитические комплексы, которые в онлайн-режиме замеряют выбросы вредных веществ. Эти газоанализаторы стоят на напорных боровах дымососов. У нас сера, окислоазота, сала и прочее, прочее, прочее. Сейчас руководство ТЭЦ прорабатывает вопросы передачи данных из газоанализаторов в департамент экологии по интернету. На самом предприятии их уже используют для корректировки работы разных узлов и агрегатов. Данные о содержании углекислого газа, к примеру, позволяют оптимизировать процессы сжигания топлива и предотвратить так называемый химический недожог. Непрерывный контроль выбросов оксида сероуглерода или азота, а также подсчет валовых выбросов, имеет большое значение для улучшения экологии в регионе. На экране монитора можно увидеть множество параметров каждого технологического цикла. Именно по ним машинисты определяют, какие манипуляции необходимо предпринять. Для оперативного контроля и для каких-то возможных изменений режимов работы котла этот газоанализатор как раз таки и служит. Он видит, например, у него пошли увеличения окислов азота, значит, нужно какие-то мероприятия сделать, воздуху добавить, топливо меньше. То есть он работает не только на производство пара, а еще и работает с экологической точки правильной. Все данные архивируются. Больше года потребовалось на внедрение этой системы. Она позволяет узнать, каково количество выбросов разных вредных газов в атмосферу и проанализировать, почему их количество увеличивается или уменьшается. Если сопоставить эти данные со временем загрузки топлива или какими-либо другими манипуляциями, то можно сделать выводы и о качестве топлива или о работе той или иной службы ТЭЦ. Смотрите хай-тек по будням в эфире телеканала Хабар 24 и пишите на нашу почту, рассказывайте о своих изобретениях. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова